А вот скажите, задавал этот вопрос и Валуеву, и Кожевниковой. Вы понимаете, что когда вас приглашают в Госдуму, то тот багаж спортивной славы всех этих титулов работает на определенную партию? Именно мы предложили, чтобы такая сфера жизнедеятельности, как российский спорт, конкурентоспособная на мировом уровне, она была представлена в том числе и в Государственном Думе Российской Федерации. Я был первым после Юрия Петровича Власова человеком, который из заметных спортивных достижений оказался. Можно же глубже копнуть, например, о том, что сейчас эта сфера считается, она котируется. Сейчас никто не скажет уже, может быть, только в анекдоте о том, что было у отца три сына, два умных, а третий спортсмен. Или о том, что, например, у нас в законодательных собраниях разных уровней, региональных в первую очередь, появились тоже мои коллеги. В случае с Евгением, это знаете, как когда ты сдаешь преподавателя, даже если ты не очень уверен в своих знаниях, но предваритель добрый тебя. Иногда, в части, точнее, чаще всего в этом случае, в части вопроса задано, если не часть ответа, то хотя бы настроение, которое предполагает этот ответ. Нет. Подкупает то, что подготовился, то, что посмотрел. Многие участники вашего цеха, фабрики общественного мнения, они настолько самосослевоточены, что никогда не смотрят то, что сделали их коллеги. Вот. И предлагают или предполагают оригинальничать. Здесь я этого не увидел. Ну, если я могу судить, в общем-то, я же на самом деле далеко не журналист. Но то, что произошло, удобно, наверное, неправильно. Комфортно тоже не то место, это не диван. Все было, на мой взгляд, верно и воздрало смысл. Ну, надеюсь, мои длинные ответы не отвлекли нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова